МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события города и региона в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти в студии Олеся Королёва. И коротко о главных темах дня. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во встрече президента Владимира Путина с главами субъектов РФ, которые были избраны в ходе единого дня голосования. Зона с качелями и гамаками. Оригинальные арт-объекты, интерактивные площадки. Так теперь выглядит обновленная экотропа в сердце Жигулевских гор. В России не хватает около 100 тысяч врачей и медсестер. Как эта проблема решается в Тольятти и в частности в медгородке. Интересные пешеходные экскурсии по любимому Тольятти. Три ритма города, проект-победитель конкурса грантов ТААЗа. Химия добра. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие во встрече президента Владимира Путина с главами субъектов Российской Федерации, которые были избраны в ходе единого дня голосования. Она прошла в режиме видеоконференц-связи. Президент поздравил избранных глав регионов Российской Федерации с победой на выборах и подтвердил, что они прошли открыто, честно и в конкурентной борьбе. Явка также была высокой, что показывает растущую гражданскую зрелость общества. Результаты выборов глав регионов весьма убедительные. Такой уровень доверия означает в первую очередь еще большую ответственность. Президент выразил уверенность в том, что лидеры регионов будут максимально нацелены на то, чтобы оправдать надежды избирателей, жителей регионов на позитивные перемены, на повышение качества и уровня жизни. Уровень явки и уровень поддержки, он показательный. Он говорит о том, что люди нам всем, и в данном случае вам конкретно верят, доверяют свою жизнь, свою судьбу в значительной степени. Экономика набирает темпы. Промышленность работает так, как давно уже не работала. Сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит. Строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время. У нас есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути и укреплять страну. Самарская область вошла в топ-5 мест страны, где можно встретить золотую осень. Жигулевские горы, Ширяево, Каменная чаша. Эти заповедные места осенью особенно красивы. Сегодня там проложено множество пешеходных, автомобильных и конных маршрутов. Многие из них обновляются. Так, например, в поселке Солнечная поляна на правом берегу Волги открыли благоустроенную экологическую тропу. Она ведет к каменной чаше, где протекает святой источник. Сегодня к нему стремятся попасть туристы из разных регионов страны. Необычная входная зона, арт-объекты, возле которых непременно захочется сфотографироваться. Для удобного прохождения тропы положили деревянную дорожку. Теперь подниматься в гору станет намного проще и безопаснее. На пути маршрута установили гамаки и качели, чтобы передохнуть и насладиться красотой вокруг. По итогам 2022 года, в период, когда маршрут еще не был благоустроен, его уже посетило более 7,5 тысяч человек. Без преувеличения мы ожидаем гораздо большую цифру уже на будущий туристический сезон. Маршрут, безусловно, наиболее популярен в летнее время. Хотя я знаю, что в любую погоду, в любое время года люди идут к источнику. И, безусловно, такая тенденция у нас не прекратится. Маршрут будет популярен как для жителей, так и гостей Самарской области. У нас действительно есть и Жигулевский заповедник, и национальный парк. И то, что мы вкладываем сюда средства, действительно увеличит количество туристов. Я очень рад, что у нас действительно и область вкладывает средства. И у нас есть предприятия крупные, которые тоже активно участвуют в развитии вот этой локации. Вы знаете, как активно сейчас развивается наш туризм местный, люди перемещаются по стране. И чем больше таких будет локаций Самарской области, тем больше будет развиваться туризм. За последние годы Самарская область укрепилась в статусе одной из туристических жемчужин страны. В национальном туристическом рейтинге 63-й регион входит в топ-10. Развитие туризма – это возможность познакомить людей с нашими знаковыми местами и достопримечательностями. Также это и колоссальный сектор экономики. «Лада» запустила беспрецедентный в истории бренда проект онлайн-продаж автомобилей по заводской цене. Новая программа стала частью успешно функционирующей онлайн-витрины «Лада». Она позволяет пройти путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно. Программа включает в себя резервирование автомобиля, получение одобрения кредита и полную оплату. На данный момент в онлайн-витрине по заводской цене представлены самый доступный в России автомобиль «Лада Гранта» в комплектации «Стандарт» и спортивной версии модели «Древ Актив». Обязательным условием приобретения автомобиля является внесение предоплаты в размере 10 тысяч рублей и оформление кредита от «Автофинансбанка». Наболевшая проблема – кадровый дефицит в медицине. На сегодняшний день в России не хватает около 100 тысяч врачей и медсестер. В больших городах особенно остро ощущается дефицит узких специалистов. Как эта проблема решается в Тольятти? Об этом в программе «Обозреватель» рассказал главный врач городской клинической больницы номер 5 Алексей Кирсанов. Общая кадровая ситуация, если мы говорим о цифрах, укомплектованность порядка 70% по врачебному персоналу и порядка 80% по сестринскому. Но это в целом, это в общем. А есть направления, есть профили специалистов, где мы действительно ощущаем кадровый голод. Нам нужны общие неврологи, нам нужны хирурги, нам нужны кардиологи, нам нужны специалисты в области диагностики, нам нужны онкологи, нам нужны гинекологи и многие-многие-многие специалисты. И, собственно, спасибо огромное за то, что этот вопрос, эта проблема актуализируется, и к ней вот такое повышенное внимание. Полную версию интервью с главным врачом городской клинической больницы номер 5 Алексеем Кирсановым смотрите в понедельник, 2 октября в 19.20 на телеканале Тольятти-24. Спасают наши жизни. Бригады скорой помощи пребывают первыми, когда возникают серьезные проблемы со здоровьем. Их автомобили, передвижные госпитали, а сами врачи – настоящие профессионалы. Каждый из них и терапевт, и кардиолог, и хирург в одном лице. Как сегодня работает Тольяттинская станция скорой помощи? И почему медики выбирают такую трудную работу? Узнавал наш корреспондент Василий Логинов. Что случилось у вас? Больной в сознании? Адрес говорите? Все начинается со звонка. Иногда оператор за несколько секунд может определить, насколько сложна медицинская проблема, которую просит решить человек. И если без скорой никак, бригада незамедлительно выезжает на помощь. 39-я на вызов. Сегодня Тольяттинская скорая помощь серьезно выросла. Открылись и ее филиалы в северных районах Самарской области. Сама станция обслуживает кроме Тольятти, еще Жигулевск и весь Ставропольский район. Станция по нацпроектам уже получала новые реанимобили. Скоро в автопарке ожидается очередное пополнение. Вот сейчас ожидается поступление еще нескольких автомобилей. Я уже так знаю, что на каждой станции распределены уазики медицинские. Есть места, где, в общем-то, трудно-трудно проехать. Сами знаете, вот туда мы пошлем. И газели приходят. Сами врачи скорой помощи совершенно справедливо называют себя экстремалами от медицины. И действительно, когда сотрудник должен за считанные секунды принять самое важное решение, от которого, возможно, зависит жизнь человека, когда врач должен быть в одном лице терапевтом, кардиологом, хирургом, это все и есть самый настоящий экстрим, награда за который, может, и небольшая, зато максимально близкая сердцу. Когда ты совмещаешь профессии, всегда тяжело. Тяжело. Но ты получаешь моральное удовольствие после суд. Когда ты действительно оказываешь помощь, и когда ты действительно нужен на вызове. И когда ты спасаешь чью-то жизнь, ты получаешь моральное удовольствие. Ты понимаешь, что ты нужен на этой работе. Для спасения жизни у врачей Толятинской скорой помощи сегодня действительно есть все. Времена одиноких тонометров и анальгина давно канули в лету. Сейчас на данный момент вы видите аппарат ЭКГ. Здесь у нас дофибриллятор, электроотсос, ИВЛ, подача кислорода. Здесь у нас кислород переносной баллоны. Здесь у нас физрастворы и другие растворы. Здесь кислородные баллоны. Там у нас сумки акушерские, токсикологический набор, каштан, ожоговая укладка, травматическая укладка. Здесь, в этом реанимобиле, очень много всего. Есть приборы, кислород, различные препараты, есть всякие медицинские инструменты, но все это лишь дополнение к искусству спасения жизни врачом Тольятинской скорой помощи. Совсем недавно команда врачей Тольятинской станции скорой помощи на деле доказала, что одни из лучших профильных специалистов Самарской области трудятся именно в нашем городе. Прошли соревнования. Соревнования по экстренной медицине, которые были организованы областным центром медицинных катастроф. Там участвовали все скорые помощи. По много бригад, все станции, это и областная, и самарская станции. Участвовали все спасатели, участвовал сводный студенческий отряд. То есть все, кто какую-то помощь оказывает экстренной, участвовали. Так вот, наша станция Тольятинская, она занялась с огромным отрывом первое место. Очередной тревожный звонок, и бригада тольятинских врачей уже привычно спешит на помощь. Ежедневное спасение человеческой жизни никогда не будет рутиной. И тот, кто это делает изо дня в день, достоин самой большой похвалы за неравнодушие и верность врачебному долгу. Василий Логинов, Андрей Костомаха. Новости Тольятти. И в горящий дом войдут, и огонь на бегу потушат. И это все про них, огнеборцев. В пожарной части Тольятти Азота прошли соревнования среди бойцов добровольных пожарных дружин. Физическая подготовка и слаженная работа. Без этого испытания не пройти. Все подробности у Яны Серко. Добровольная пожарная дружина – это спасатели, которые помогают пожарным Тольятти Азота в нештатных ситуациях. Сотрудники проходят подготовку и каждый год принимают участие в соревнованиях. Кто же станет победителем в этом году? Узнаем совсем скоро. Так, четвертый. 12 команд из производственных и ремонтных цехов готовы к соревнованиям. У всех боевой настрой. И каждый претендует на победу. Сами испытания проходили в два этапа. Первый этап – боевое развертывание пожарного рукава. Участвуют два члена команды. Один из них бежит с линии старта, перепрыгивает через препятствия и следует к пожарному разветвлению. И здесь главное – скорость и аккуратность. Теперь самое сложное – наполнить емкость водой. На помощь приходит второй участник испытания. Мы работаем на опасном производственном объекте, на котором возможны пожары, загорания, взрывы. И в соответствии с федеральным законом 123, который определяет наличие пожарной охраны, именно по этой причине на предприятии создана пожарная часть своя. Личный состав работников, которые собрались сегодня – это обученные, созданные в соответствии с распоряжением в цехах, организованные люди, которые являются нашими первыми помощниками. Второй этап по-настоящему зрелищный. Здесь также важна четкость и точность действий. Благодаря слаженной работе команды, с огневым препятствием удалось справиться за короткий промежуток времени. Я считаю, что это очень хорошее занятие в перспективах, того, что мы будем двигаться вместе, сплоченный коллектив, он объединяет. Все действует на то, что было очень нам комфортно работать, не то что одному, но и в коллективе в целом. С каждым годом людей все прибавляется и прибавляется. Люди более спортом начинают заниматься, приходят тренироваться сюда многие. И да, занимают уже призовые места. Как бы идет какая-то конкуренция. Если раньше она была не такая сильная, сейчас уже сильная конкуренция. Все участники соревнования показали высокие результаты работы. И вот долгожданное награждение. Победителем стала команда цеха по производству «Аммиака» номер 6. Соревнования добровольных пожарных дружин вновь подтвердили. Работники ТААЗа в отличной форме. Яна Серко, Максим Ольшаков. Новости Тольятти. Какими ритмами живет наш город? И как узнать о Тольятти то, о чем даже не подозревали? Все это позволяет сделать увлекательные пешеходные экскурсии. Во Дворце культуры Тольятти «Азот» были презентованы итоги проекта Тольяттинского краеведческого музея «Триеритма города». Напомним, он стал победителем конкурса грантов ТААЗа «Химия добра». Триеритма города – проект краеведческого музея в партнерстве с Тольяттинским государственным университетом и городским архивом. Молодые научные сотрудники музея в течение года разработали четыре увлекательных пешеходных маршрута по всем районам Тольятти. Экскурсии уже посетили более 220 жителей города самого разного возраста. Первые пробные маршруты просматривали и слушали именно сотрудники краеведческого музея, корректировали их, давали замечания. То есть не так все просто было и не так все было легко. Это огромная вообще работа. И итогами стали не только те маршруты, то есть еще разработка очень таких интересных информационных карт. По каждому маршруту сделана карта, открытки, подарочные открытки. Все время рамка гранта экскурсии шли бесплатно и вызывали очень большой такой интерес. Отправиться пешком по трем районам любимого города, чтобы увидеть их в новом ракурсе, занятие действительно увлекательное. О положительных откликах людей и самом проекте «Три ритма города» участники команды рассказали во Дворце культуры Тольятти-Азот. Попытались отойти от стандарта, как экскурсовед ведет группу по самым, скажем, знаменитым, значимым местам. Ведь их уже все знают. И здесь мы применили подход, провели экскурсию, разработали, придумали по первому кварталу. Казалось бы, что там можно посмотреть. Просто обычный квартал, ничего такого. Жилые дома, да и все. А вот нет, если вы придете, все сами увидите. Не менее интересны экскурсии по центральному и комсомольскому районам Тольятти. Например, знали ли вы, что в свято-тихоновском храме хранится копия знамени Ставропольского калмыцкого полка? Не все знают, что в центральном районе есть ворота, где часовня. И вот по слухам, городским легендам, если загадать там желание, то оно обязательно сбудется. Мы старались найти такие маленькие изюминки и совместить это все с исторической частью города. Масштабность, самобытность, красота и большой образовательный аспект. Так охарактеризовала проект Клеведческого музея директор по связям с общественностью Тольятти Азота Ирина Филатова. Говорят, что история вынуждена повторяться, потому что ее не слышат. Вот как раз сегодняшний проект «Три ритма города» призван учить слышать, ценить, любить историю родного края, родного города, родной страны. И очень надеемся, что проект, который в свое время получил грант от предприятия Тольятти Азот по программе «Химия добра», он не просто будет развиваться, он получит новый качественный виток развития. И все его участники, они уже напишут свою золотую летопись добрыми делами и творческими инициативами. В завершении встречи состоялся розыгрыш сувенирной продукции проекта. В планах команды не только дальнейшее развитие существующих маршрутов, но также разработка нового по шлюзовому району Тольятти. Юлия Шевцова, Сергей Рогов, Новости Тольятти. Время начать новую эру развлечений. С 1 октября компания «Лада Медиа» представляет новинку телеканал «Старт Эйр». И это настоящее путешествие в мир современных российских сериалов и кино. От драматических сюжетов до остросюжетных триллеров и фантастических приключений. Мы гарантируем, что каждый найдет историю, от которой не сможет оторваться. Телеканал «Старт Эйр» доступен всем абонентам «Лада Медиа» в базовом цифровом пакете на 116-й кнопке. А теперь о погоде. Спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Шторы Аллегра. Огромный выбор и доступные цены на шторы, карнизы, жалюзи. Весь сентябрь бесплатный пошив. Новый магазин «Склад» на автозаводском рынке. Аллегра. Уют вашего дома. Новый магазин «Старт Эйр». Новый магазин. Новый магазин «Старт Эйр». Телеканал «Тольятти-24». теперь можно не только смотреть, но и слушать. Любую новость телеграм-канала Тольятти24 вам прочитает искусственный интеллект. Подписывайтесь на телеграм-канал Тольятти24 и слушайте новости. Там много интересного. В студии работала Олеся Королёва. Всего вам самого доброго и до новых встреч в эфире.